Это увлечение современное, а вот можно ли сейчас попасть на 100 лет назад в Иркутскую губернию? Оказывается, это не проблема. Где вас издают историческую улицу? Узнаете из следующего материала. Престол на воде. Каждая мелочь, вплоть до крышечки сосуда для мощей святых в престоле, знакома Игорю Васеву. Мастер-реставратор почти год. На коленях или под потолком восстанавливают убранство Троицкой церкви. Столетнее здание привезено из села Дядина Жигаловского района. Оно часть истории старого московского тракта. Именно этой дороги Иркутской области в этнографическом музее Тольцы решили посвятить новый большой сектор. Церковь, его украшения и отражения истории. Тут клуб был, кино показывали. Вот за этой иконой отверстия сквозные стояла кинобудка. Отец все рассказывал. Здесь в стране стояли амбары двухэтажные. Вся утварь церковная была в них. Но потом где-то в 1935-1937 году кто-то их поджег. Сгорело все, но многое удалось восстановить. По упоминаниям в архивных источниках. С достоверностью вплоть до цвета иконостаса церкви. Это было очень важно. Не только для будущих посетителей музея, но и для международного кино. У нас на территории она появилась в 1991 году. То есть в наше время. Когда снимался фильм. Российско-японский, советско-японский фильм. Сны о России. Она служила как декорация для этого фильма. То есть ее и поставили. И вывезли из Жигаловского района для съемок этого фильма. Съемки новых фильмов тоже весьма вероятны. Атмосфера и колорит нового сектора к этому располагают уже сейчас. Еще здесь запланированы почтовая станция, этапная тюрьма и усадьбы самых разных слоев населения. Крестьянка, незаводчиков, торговцев. Купец воинов. В свое время был весьма богатым человеком. И любил жизнь на широкую ногу. Соответственно, его усадьба наверняка станет одним из самых богатых на впечатление объектов. Даже сейчас, еще не достроенная, она уже выглядит весьма основательно и солидно. С таким же усердием над каждым объектом работают подрядчики. Реконструкция прошедшей эпохи разделена на несколько этапов. Первый будет завершен буквально через несколько месяцев. Сейчас уже построена купеческая усадьба, постоялый двор, кабак. К следующему лету планируется открыть базарную площадь. Официальное открытие церкви в приоритете. Фактически она уже готова, осталось только осветить. Этот ритуал назначен на 2020 год, на Троицу. А уже сейчас любой посетитель этнографического музея может закрыть глаза и представить, каким он был конец XIX века на московском тракте. Ладробакова Алексей Бондаренко. Новости по будням.